В России последнее время на внешнеполитическом направлении дела идут не очень. Можно даже сказать, очень не очень. Но это же не повод опускать руки, серьезный и, главное, какой продуманный ответ предлагает дать всему западному сообществу Захар Говно Прилепин. Огромная цель, да. Ну а Россия такая страна, которая маленьких задач не любит. Первым делом признаем все непризнанные территории ДНР, ЛНР, Поднестроги, Абхазию, Северную Осетию, Арцах тоже можем признать. А вторым активизируем союзные государства с Белоруссией. Да, Россия маленьких задач не любит. Ей подавай грандиозные задачи признать Арцах, Нагорный Карабах. Именно сейчас, когда над частью территории восстановился контроль Азербайджана. Когда там с большим трудом удалось прекратить войну. Именно сейчас надо сделать. Я думаю, это прекрасный план. Куда там уж Лебовскому с его швейцарскими часами. Да и потом признать как что, как часть территории Азербайджана. Или признать независимость Нагорного Карабаха. Ну а что, как раз именно сейчас развязать еще одну войну. Это прям самый правильный план. Но даже эта задача кажется какой-то не особо масштабной. По сравнению с признанием Северной Осетии. Признать Северную Осетию. Захар Говно Прилепин, наверное, не в курсе. Но Северная Осетия, часть Российской Федерации. Чем он ее собрался признавать? Ну может быть он просто оговорился. Имел ввиду Южная Осетия и Абхазия. Так уже один раз в нарушение закона признали независимыми. Аж в 2008 году. Что он еще раз хочет признать? Но самая, конечно, масштабная задача. Самый сверх тяжелый удар по Западу. Это активизация союзного государства с Беларусью. Такого Запад точно не переживет. Это же просто удивительно. Вот я смотрю на Говно Прилепина и просто поражаюсь. Как много может быть навалено в такой довольно небольшой голове. Другой же тоже сильно ушибленный территориальными вопросами депутат Петр Толстой. Очень долго там что-то шизофренировал насчет империи. Что надо восстановить границы дореволюционной России. И закончил, что после присоединения к России стран, которые входили в состав Российской империи. Страны Балтии и Финляндия сами к нам приползут, когда поймут всю ничтожность своего положения. И когда, придя в себя после охреневания от подобного имперского высера, спросили у него, это что вообще такое было? Он ответил, что все это было всего лишь шутка. Шутка это была, понимаете? Вот такая смешная шутка от депутата Петра Толстого. Имперская такая, шутеечка. Ну а в Карелии там, в общем, как всегда. И не то, чтобы как всегда, скажем, как лет 10 назад, а как, скажем, лет 100 назад. Умерших людей по-прежнему перевозят при помощи саней и, скажем так, почти лошадиной тяги. Тащат покойных на санях, как было и 100 лет назад, и, наверное, и 200 лет назад. Согласитесь, вот в такие моменты прям сверхдержавность она особо чувствуется. Чувствуется гордость за мощь, за величие. Россия, как говорил, говноприлепен, мелких задач просто не признает. Давай крупные задачи. Казалось бы, ну сделайте, чтобы люди могли, ну хотя бы, если уж не жить по-человечески, то хотя бы быть погребенными по-человечески. Нет. Будем там хрен знает что признавать, там на весь мир размахивать свои ядерные дубины. Насчет дорог это как-нибудь в другой раз. Ну а в Москве одна из ритуальных фирм предложила россиян хоронить в гробу с названием Патриот и стоимостью в полмиллиона рублей. Гроб выполнен в строгих цветах, с золотыми ручками, с большим гербом, почему-то на внутренней стороне. В общем, четкий патриот. Вот как здесь не пошутить про то, что это вообще что, тонкий намек, хороший патриот, так сказать. Это точно. Ну самая, конечно, кринжовая часть всей этой истории, что гроб Патриот, его производят знаете где? Не производят в Украине. Гроб Патриот с российской символикой производства Украина. Прикольная информация. А пропустить нельзя?